всем привет друзья третий этап строительства дирижабля подходит концу поэтому настало время подготовиться к воскресенью как вы знаете на протяжении 6 дней третьего этапа мы должны создавать 5 рейдов на толпу зараженных в день чтобы открыть ящики в событии страж дирижабля на последний седьмой день события нам предстоит атаковать оркуса в день у нас будет только пять попыток для атаки чтобы нанести как можно больше урона и занять хорошую позицию в рейтинге когда шло тестирование годовщины на тестовом сервере то мы предположили что оркус будет похож на жнеца однако это не так спасибо игрокам на нашем сервере дискорд которые делятся информацией совместными усилиями мы выяснили что оптимальной формацией для атаки стража дирижабля является ваше построение для pvp боёв более высокий показатель нанесенного урона многим удалось достичь при атаке оркуса построением 60 10 30 то есть 60 процентов пехоты 10 процентов наездников и 30 процентов охотников не забудьте что ваши таланты шефа активные навыки например марш бросок и бонусы поселения также будут полезны поэтому подготовьтесь перед отправкой атак на страже дирижабля таланты на войне включите бонусы поселения какие у вас есть и последнее активируйте марш бросок а затем сохраните построение чтобы не ошибиться при отправке марша и сделайте 5 атак я знаю что многие будут играть лигу резервуара воскресенье поэтому можно подгадать время так чтобы ваши активные бафы вы смогли применить и для атаки оркуса и для события резервуара а теперь давайте посмотрим какие награды мы получим в рейтинге есть два списка 1 ваш личный рейтинг то есть суммарное значение нанесенного вами урона за 5 атак на соседней вкладке мы видим рейтинг союза очки союза формируется на основе очков всех участников в наградах личного рейтинга мы можем увидеть бэку декор поселения жетоны для медали а также дизайны снаряжения шефа за рейтинг союза игроки также получат жетоны медали и тактические дизайны помимо этих наград за каждую атаку на оркуса независимо от нанесенного вами урона вы получите один знак надежды 5 инструментов шефа 5 тактических дизайнов 18 клея 1800 сплава и 30 красок кроме этого напомню что это будет воскресенье последний день третьего этапа важно потратить всю краску которую вы смогли получить потому что воскресенье это последний день когда вы сможете потратить свою краску для рейтинга в карьере инженера иными словами эта неделя будет решающей по итогам последнего дня игрокам будет отправлены награды за рейтинг событий карьера инженера дирижабля понедельник начнется четвертый этап который позволит нам получить еще больше призов мы получим награды за взлет это фрагменты бэки декор для поселения ускорители и биокапсулы а теперь откроем события годовщины нас интересует элемент день рождения награды здесь мы можем прочесть описание события простыми словами по всей карте разбросаны небольшие ресурсные точки это обычные припасы в них с определенной вероятностью можно найти фрагменты бэки пятиминутные ускорители и ресурсы но более ценные по наградам являются ресурсы которые расположены прямо под дирижабля в первый раз они становятся доступны в самом начале первого игрового дня четвертого этапа то есть для многих игроков это будет три часа по московскому времени в понедельник под дирижабля расположены ресурсы с хорошими наградами но они лимитированы всего 100 попыток на весь штат в то же время все игроки имеют только 15 попыток нужно действовать быстро чтобы извлечь максимум возможных наград время похода конвоя зависит от того насколько близко вы к нему расположены после того как все 100 наград будут получены игроками ресурсная точка будет пуста следующая поставка будет в 11 часов дня а 3 в 19 часов по московскому времени то есть начнется обновление припасов которая продлится 8 часов и тогда игроки вновь смогут отправить конвой за продвинутыми припасами насколько мы поняли лимит припасов конкретной точке разные а также и количество попыток каждого игрока в определенное время разное то есть ночью игрок смог отправить комбой за припасами в 15 раз а днем в 11 часов только пять раз кроме этого дирижабль менять свое местоположение когда наступает определенное время то на бегущей строке появляются координаты нового места припасов ресурсные точки содержат щедрые награды элементы для медалей снаряжение шефа и снаряжение героя ускорители и многое другое так что будьте быстрыми успейте получить хорошие награды события с конвоем продлится три дня поставки припасов будут обновляться раз 8 часов то есть три часа ночи по москве в 11 утра и последняя поставка ресурсов будет открыта в 7 часов вечера по московскому времени главное быстро находите дирижабль и не пропустите начало отправки конвоя и еще одно небольшое событие это день надежды и благотворительность выполняйте простые задания такие как убийство зараженных вклады союза и так далее и вы сможете отправить подарки в чат альянса или в чат штата а также собирать подарки других игроков с некоторой вероятностью вы получите те или иные награды такое событие уже не раз было в игре поэтому заострять внимание на нем не буду а теперь подведем итоги друзья последний день третьего этапа воскресенье сделайте пять атак на орку со с бафами и используйте формацию 60 10 30 кроме этого обязательно потратьте всю свою краску четвертый этап собирайте продвинутые припасы с ресурсами прямо под дирижабля ресурсы пополняются трижды в день для обычных припасов всего 15 попыток у каждого игрока на этом у меня все друзья если вам есть чем дополнить информацию о последних этапах то пишите ее в комментариях давайте вместе ее обсудим а пока что подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и пишите комментарии берегите себя всем пока